Василий Жуковский, Собожий над Епистопом, посвящается церковным иерархам, которые в угоду интересам мирового капитала поддерживают политику властей, из-за которых мы, большинство христиан из их церкви, теряем работу, право на пенсию, право на бесплатную и доступную медицину и даже право на свободу дыхания. И вынуждены под страхом огромных штрафов носить эти проклятые маски, без которых никому нельзя ни покупать, ни продавать, кроме того, кто принял эту проклятую маску. Были и лето, и осень дождливы, были потоплены пажики, мивы, хлеб на полях не созрел и пропал, взбелся голод, народ умирал. Но у епископа, милостью неба, полный амбара, огромный хлеба, жито сберег прошлогоднее он. Но осторожен, епископ Гатон. Рвутся толпой и голодный и нищий в двери епископа, требуя пищи. Скуп и жесток был епископ Гатон, общей бедою не тронулся он. Слушайте, хлопли ему надоело, вот он решился на страшное дело, бедных из ближних и дальних сторон. Слышно сплекали епископ Гатон. Дожили мы до нежданного чуда, вынул епископ добро из-под спуда. Бедных к себе на пирушку зовет, так говорил изумленный народ. Сроку собрались озваные гости, бледные и чахлые, тоже до кости, старый огромный сарай отворен. В нем угостит их епископ Гатон. Вот уж столпились под кровлей сарая все пришельцы из окружного края. Как же их принял епископ Гатон? Был им сарай с гостями сожжен. Глядя епископ на пепел пожарный, думает, Ах, будут мне все благодарны, Разом избавил я шуткой моей, Крайно же голодный от жадных мышей. В замок епископ к себе возвратился, Ужинать сел, пировал, веселился, Спал, как невинный, и снов не видал. Правда, но больше с тех пор он не спал. Утром он в ходе, такой, где висели предков портреты, И видит, что съели мыши его живописный портрет. Так, что холстины и признака нет. Он обомлел, он от страха чуть дышит, Вдруг он чудесную ведомость слышит. Наша округа мышами полна, В житницах съеден весь хлеб до зерна. Вот и другое в ушах загремело, Бог на тебя за вчерашнее дело. Крепкий твой замок, епископ Гатон, Мыши со всех осаждают сторон. Ход был до Рейна от замка подземный, В страхе епископ дорогою темной К берегу выйти из замка спешит. В Рейнской башне спасусь, говорит. Башня из Рейнских вод подымалась, Издали острым утесом казалась, Грозно из пены торчащим она. Стены кругом ограждала волна. В легкую лодку епископ садится, К башне причалил, Дверь запер и мчится Вверх по гранитным крутым ступеням. В страхе один затворился он там. Стены и стали казались ослиты, Были решетками окна забиты, Ставни чугунные, каменный свод, Дверью, железою запертый вход. Узник не знает, куда приютиться, На пол зажмурив глаза он ложится. Вдруг он испуган стенанием глухим, Вспыхнули ярко два глаза над ним. Смотрит он, кошка сидит и меучит, Голос тот грешника давит и мучит. Мечется кошка, невесело ей, Чует она приближение мышей. Пал на колени еписком и криком, Бога зовет в иступлении диком. Воет преступник, а мыши плывут, Ближе и ближе доплыли, ползут. Вот уж ему в расстоянии близком Слышно, как лезут с роптанием и писком, Слышно, как стену их лапки скребут, Слышно, как камень их зубы грызут. Вдруг ворвались неизбежные звери, Сыплятся градом сквозь окна, Сквозь двери, спереди, Сзади, с боков, с высоты. Что тут епископ почувствовал ты? Зубы об камне они навострили, Грешнику в кости их жадно впустили, Весь по суставам раздернут был он. Так был наказан епископ Даттон. Мы считаем, что если вот такие вот мыши, Которые в руках у блогеров И простых пользователей интернет, Разорвут этому епископу его образ, Моралиста и человеколюбца, То это будет Справедливый суд Божий, Но епископом. Мы православные христиане, Но мы против... Но мы против употребления религии Для эксплуатации человека человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok